итак сегодня такая важная тема как путешествие с детьми я знаю что многие бархатный сезон сейчас стараются уловить вот эти практически бездетные пляжи эти свободные от детей самолеты а может кто-то даже уже планирует зимовку теплых краях поэтому сегодня я расскажу вам о том как мы готовимся к путешествиям что мы учитываем и что берем сам и так возраст давайте определимся во сколько же можно лететь с ребенком куда-то далеко или даже не очень далеко просто лететь я советую подождать месяца потому что в течение месяца у вас патронаж приходит медсестра и проверяет как ребеночек себя чувствует после рождения потом в месяц вы идете в поликлинику сдаете все анализы проходите всех специалистов и вот тогда когда сказали что ваш ребенок здоров все в порядке вперед в добрый путь потому что чем младше ребенок тем легче даются путешествия особенно если он на груди вообще не нужно думать где он будет спать что он будет есть где он будет ехать какое отдельное не отдельное место этих проблем нет поэтому я за то чтобы путешествовать как можно раньше с эриком мы полетели в тунис когда ему было два месяца сами мы полетели в таиланд ей было полгода каким возрастом ребенок может совершать перелет решать только вам ну и конечно же если нету ребенка никаких противопоказаний болезни там и так далее поэтому все зависит только от вашей готовности путешествовать с детьми еще тем более я рекомендую как можно больше летать с детьми до двух лет потому что перелет для таких деток бесплатный у них нет отдельного места но сейчас есть очень много приспособлений для комфортного перелета с детьми даже если у них нет места поэтому сидеть дома точно не нужно итак собираемся в дорогу чемодан мое мнение что чемодан должен быть один и на всю семью потому что представьте вы идете с коляской с ребенком с одним чемоданом со вторым чемоданом с третьим щука какая-то сумка пойдет с вами на борт самолета это неудобно проще все вещи не нужны ну которые вам не пригодятся в полете свалить в большой чемодан на всю семью и сдать его и все и не иметь никаких проблем и неудобств значит в аэропорту я рекомендую еще дома сразу собрать сумку которая пойдет у вас вручную гладь пойдет на борт самолета туда нужно сложить смену одежду для ребенка потому что он может облиться описаться испачкаться едой обкакаться все что угодно потом подгузники если они нужны ребенку пеленки пеленка нужна грудничку если вы будете менять памперса вы будете менять памперс если перелет например длинный не час два три четыре в туалетах есть пленальные столы поэтому вы туда берете свою одноразовую пеленку застилаете ее и можете прямо эту пеленку если малыш не описать не обкакает использовать на протяжении всего полета а может даже и обратно но я брезгливо я всегда вот один раз использовала пеленку сразу выбрасываю потому что мне кажется что обратная сторона она тоже грязная этого стола влажные салфетки влажные салфетки нужны не только для того чтобы вытирать попу ребенку они нужны чтобы протереть руки если очередь в туалет очень большая и ребенок испачкался или ел какую-то конфету какой-то сухофрукт руки липки потом антибактериальные салфетки у пиджина есть такие такая маленькая синяя упаковочка сейчас покажу вот такие антибактериальные салфетки от пиджин можно еще взять такой гель санитайзер знаете но мне почему-то спокойнее брать салфетки потому что это все-таки какая-то тканевая нетканевая структура и ты протирая руки это салфеткой ты хоть какие-то песчинки ворсинки в общем не знаю что ты с рук собираешь салфетки с клапанами про них говорю ну и потом вы можете на борт не можете надо взять особенность долгий прелюд взять ребенку еду именно самолет детское питание на борт пропускают с водой могут быть проблемы но если что вода на борту всегда есть бутилированная возьмите какие-то пюрешки на еду даже если ребенку три года на еду на борту самолета даже если тоже оплаченная еда она идет вместе с билетом я не рекомендую рассчитывать потому что у нас был случай мы когда летели вот сейчас на самуи эрику было почти три года он съел вот чуть-чуть с детского меню что-то и не знаки то макароны и вот так обсыпал аллергии что я зареклась больше давать самолетную еду и потом стюардессы знакомые говорят что эту еду разогревают 100 500 тысяч раз перед тем как дать пассажирам поэтому возьмите что-то с собой но те же сделайте сами пюрешки или возьмите уже готовые такие вот такие печеньки есть без сахара без муки на херби можно сказать рисовые печеньки сухофрукты изюм есть цукаты вот квадратики такие цукаты в общем берите с собой еду для ребенка на борт самолета писала писала для вас видео там на фоне своей стены и у меня закончилась память телефона а сейчас там спят дети в детской поэтому ловите мой кухонный стайл кто сейчас тоже на кухне привет в общем продолжаем про то что нужно взять на борт самолета обязательно возьмите запасную одежду именно теплую потому что бывает такое что в салонах очень холодно мы сами несколько раз этим сталкивались поэтому детям до года рекомендую взять шапочку пока не зарос родничок кстати он ими он до сих пор не зарос поэтому я наверное возьму или если нет шапки то какая-то кофта с капюшоном что можно было надеть капюшон даже лучше не будет вдавать в горло в шею ребенку но и какие-то штаны носки обязательно потому что и в самолете лучше разуваться конечно чтобы ноги отдыхали но бегать малышу голыми ногами так себе и запасные носки возьмите потому что если он вляпается в какую-то еду или в лужу воды или не воды то носочки нужно будет переодеть в общем одежда а грудничку кстати чтобы не мучить его всякими переодеваниями возьмите плед на борту конечно дают и плед и подушку дают но я бы своим детям не дала этот плед мало ли где он чего чтобы отвлечь ребенка от нового места если ребенок пугливый или осторожные вот например как нашел возьмите какую-то новую игрушку потому что когда ребенок видит что-то новое он отвлекается и это можно подержать понажимать разные кнопки покрутить повертеть погрызть на полчаса хотя бы его хватит вы его займете потом возьмите обязательно наушники потому что наушники которые выдают на борту самолета они не годятся для детских ушей потому что ушные раковины по размеру не совпадают с этими наушниками возьмите вот такие вот обычные большие сделайте минимальный уровень звука и и слух ребенка не пострадает чтобы ребенку было комфортно в салоне самолета если это грудничок то вы можете воспользоваться люлькой которая берется бронируется заранее как только вы купили билеты вы звоните в авиакомпанию перевозчика и говорите вот моему ребенку до года и до 10 11 килограммов надо уточнять не помню точно и потом на следующий день вам приходит подтверждение дали вам люльку или нет если люльку не дали вы звоните еще раз говорите ребята мне нужна люлька и вот пока они не дадут то звоните я звонил это когда мы летели в сочи три раза на третий раз мне дали люльку вы можете ей потом не пользоваться но зато вот эти места которые будут перед перед салоном бизнес-класса так и знаете где можно ноги растянуть там много места они будут ваши так потом есть еще такой гамак это такая ткань которая вешается вверх вешается на передне стоящее кресло они свешаются или завязывается у мамы на поясе или за ручки не знаю точно какая система но знаю что такая штука есть и ребеночек перед вами кладется вот этот гамачок у него разгружается позвоночник разгружается все тело у родителей ребенок спокойно себе лежит и третья штука крутая мы берем ее с собой в нашу поездку это такие подушки знаете надувается по в виде пуфика сделанные из материала из которых делают матрасы надувные в общем такая табуретка которая ставится между сиденьем и передним креслом и получается что вот сиденье подушка это продолжает сидение самолете и у ребенка есть куда вытянуть ноги он даже может спать на этой подушке у него у него будет такая полноценная кроватка это очень удобно я про эту штуку еще вам расскажу мамочки но может даже и папочки очень советую взять на борт самолета особенно если перелет долгий взять крем для рук и может быть даже крем для лица но только берите прям миниатюры потому что по жидкостям крем тоже относится к жидкости есть ограничение 100 миллилитров на борт на человек крем для рук маленький маленький крем для лица или кто-то берет маски даже делать но я ни разу не делала не знаю очень сильно обезваживается кожа и для губ бальзам какой-то или гигиеническую помаду пожалуйста прежде чем паковать сумку вручную кладь ознакомьтесь на сайте авиаперевозчика что можно проносить на борт что нельзя потому что мы один раз так лоханулись и мишки был такой крутой швейцарский нож ну знаете как он маленький нож брелок и там много 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 всяких штук он был действительно классно и он покупал и ему привезли из швейцарии этот подарок очень расстроился конечно же на борт это не пропустили хотя мы знали об этом но почему-то мы не проверили полностью свой рюкзак который брали вручную кладь и уже когда мы сдали основной багаж и пошли на зону досмотра куда его деть его уже никуда не деть потому что багаж уже уехал угрузиться а нож нам пришлось подарить таможенникам короче будьте внимательны вы приехали в другую страну в путешествие вы не хотите сидеть в отеле и не хотите ходить только от шведского стола до пляжа и обратно берем машину но если мы едем с ребенком то конечно же нам нужно автокресло одно дело если вы у вас грудничок еще который помещается в автокресле переноски люльки и вот это автокресло вы можете поставить на шасси и вы с этим собственно и летите кстати очень часто автокресло можно взять с собой на борт самолета то проблема с автокреслом в арендованной машине у вас не так но если это не так если детки уже в таком автокресле вот кресло переноска не помещается то нужен вариант уже для старших деток и с собой конечно в это кресло не попрете хотя как мы делали на кипре оказывается на кипре было дешевле купить новое автокресло мы его покупали в магазине джамба мы купили его за 40 евро и и где-то евро и где-то 70 евро нам обходилось не не вру 50 евро нам сказали что будет стоить аренда кресла на наш период отдыха мы посчитали что это невыгодно так то мы покупаем кресло еще 10 евро экономим и кресло остается у нас но по сути чё с ним делать мы же в обратно не попрем мы арендовали на рнбнб жилье у киприота и потом просто ему продали это кресло за те же 40 долларов за 40 евро в общем считайте смотрите что сколько стоит и машину советую брать с тонированными окнами если такой возможности нет возьмите какую-то пеленку потому что когда если вы едете в солнечную страну на лето и когда ребенок будет спать в машине когда вы будете от места к месту переезжать то ребенку будет мешать солнце который будет слепить прям в лицо вы берете пеленочку ну желательно какую-то темную и приоткрываете окошко приоткрыли окно вот так вот пеленочку туда заправили и закрыли окно и все и шторка у вас готова и ребенок комфортно спит ему ничего не мешает ему прохладно и все счастливы родители могут в это время пока он спит остановиться где-то около красивой местности и там пофотографировать если вы приехали в какое-то место и хотите пойти на водопады посмотрите нашу серию из самуи где мы ходили на водопады сэмми мы брали туда такую переносочку кенгуру это очень удобная вещь для детей наверное даже до двух лет помещается до малышей и родителям удобно не нужно тащить с собой какую-то коляску и вы мобильный вы можете пойти куда угодно с ребенком и еще одна вещь это стульчик хипсит вот который я разыгрывала совсем недавно здесь на ю тубе это такая табуреточка которая вешается на пояс родителям и туда просто сверху сажается ребенок но его нужно держать поэтому одна рука как минимум у вас будет всегда самое интересное отель если вы летите в сезон в каникулы летом то конечно вы наверное будете выбирать отели где очень много детей обалденная анимация море теплое мелкое бассейн там с температур воды плюс 40 и еда что была круглосуточно конечно это очень удобно но по статистике как раз такие отели и являются инкубаторами ротовируса и очень много детей или болеют там все вместе или привозят домой этот ротовирус и короче отдых испорчен поэтому какой мой совет либо вы берете апартаменты какие-то на аэрон бенби можно найти или на букин коме найти отель который не будет против если вы приедете с детьми но и не очень много развлечений для них дает но там заразиться ротовирусом будет менее вероятно еще про отеля если вы ищете отель рядом с пляжем то смотрите чтобы пляж находился не в бухте потому что бухты гавани там где больше стоячей воды где очень очень мало ветра ничего не продувается там тоже инфекции эти очень хорошо размножаются поэтому открытое пространство какое-то чтобы вы знали что там ветра хорошо все разгоняют и тогда тоже 99 процентов что вы избежите всяких ненужных вам инфекций опять же на стоимости отеля я советую не экономить еще по другой причине это чистота в отеле должно быть чисто опрятно там должно быть чистое белье чистые номера не должно быть плесени особенно это касается азии черная плесень там часто гость это очень опасная штука вообще плесень даже дома если вы видите что у вас дома в уголках ванной пошло что-то черное срочно обрабатывайте срочно делайте даже ремонт потому что черная плесень это это зло так вот на отеле экономить не надо смотрите чтобы там были удобные мягкие кровати потому что когда ты едешь отдыхать с ребенком тебе нужен отдых тоже тебе нужно хотя бы высыпаться ладно ты там встаешь рано ложишься поздно но сон даже в эти короткие часы должен быть качественный а если у тебя какой-то дешевый отель там плохая кровать все скрипит тебе неудобно неудобный матрас кривые какие-то подушки отдых быстро надоест и захочется домой и будут все нервные ругаться ссориться срываться на ребенке зачем нам это надо поэтому лучше отель чуть-чуть подороже желательно там 4-5 звезд зато вы знаете что там чисто вас накормит обязательно завтраком потому что ехать на отдых без завтрака ну это же отдых вы же на него копили деньги вы о нем мечтали вы планировали поэтому я советую брать обязательно с завтраком потому что вы не думайте о том так мне надо пораньше встать чтобы сварить ребенку кашу там пожарить яйца кофе потом еще помыть эту посуду а так вы пришли проснулись хорошее настроение позавтракали за вами все там убрали и все и вы пошли гулять не надо брать полный пансион если вы приехали не в Турцию например или в Египет не надо возьмите только завтрак потому что обед ужин у вас будет по-любому где-то в городе потому что вы будете там гулять где-то ну в общем и чтобы вы не переживали что ребенок может там что-то случайно облизать в отеле или там пробежаться голыми босыми ногами или сесть попой на ту же постель если вы знаете что отель на уровне то вы будете уверены в том что там чистое и то что ребенок сначала потрогает стол а потом облежит руку что ничего не случится все мы знаем что ночные перелеты намного дешевле но я не советую брать ночной перелет с ребенком потому что реакцию ребенка может быть совершенно непредсказуемая чаще всего это капризы истерики не хочу не буду не трогай меня уйди и это усложняет жизнь и вам и вашим соседям ну и соответственно занимает больше времени на прохождение всяких вот этих вот пограничных служб и разных манипуляций поэтому не советую экономить советую взять дневной рейс но если это грудничок то ему по сути все равно он на груди уснул на груди проснулся опять уснул и поэтому до пяти месяцев наверное вообще без проблем прям ночные только в путь еще с пересадкой многие думают что пересадке это неудобно но если у вас очень активный ребенок и вы знаете что ему нужно очень часто куда-то сливать энергию лететь вам восемь часов то советую брать рейс с пересадкой потому что четыре часа ребенок как-то протянуть может потом вы вышли с самолета ребенок побегал попрыгал выплеснул все что у него накопилось за эти четыре часа и спокойно обратно сел в самолет уже в другой и полетели дальше но я очень люблю пересадки длинные даже если есть возможность мы с Мишкой часто выбираем пересадку на подольше чтобы мы посетили какой-то новый город или новую страну и погуляли в центре поели местной еды короче это прям для нас какое-то дополнительное приключение так что если вы не боитесь трудностей то пожалуйста даже какие трудности вы багаж багаж на пересадке он вам не выдается он из самолета в самолет перегружается вы просто с коляской которую вы сдадите перед трапом и вам ее на время пересадки дают а если не дают то в аэропорту есть такая служба вам бесплатно дают на время пересадки коляску чтобы вы катали ребенка это очень удобно но только наверное ее нельзя будет выкатить из зоны аэропорта детям надо делать расширенную страховку чтобы туда были включены все возможные случаи потому что когда вашему ребенку не здоровится сил звонить страховую выяснять что нам положено что не положено ну согласитесь вряд ли будет какого-то родителя такое желание вы берете расширенную страховку да она стоит чуть-чуть подороже но тем не менее вы спокойны лекарства которые вам нужны на какую-то определенную болезнь вам страховая компания тоже оплачивает вам их выдает врач но лучше все это уточнять страховой компании и называть этой компанией страну в которую вы летите чтобы точно быть уверенным что эта компания там работает у нас компания ERV мы с ней летаем уже не первый год но слава богу случаев не было мы не обращались но я знаю что эта страховка покрывает абсолютно все так что беременные и детки летайте с расширенной страховкой что касается аптечки то наша аптечка крайне скудная мы обычно везем с собой регидрон на случай отравления если мы что-то не то съели отравление например то смекта и регидрон вот это мы берем с собой чтобы в аптеке не пользоваться переводчиком и не искать какие-то похожие средства в общем берем с собой перекись водорода и пластырь градусник еще вот и вся наша аптечка но еще я беру себе средства от аллергии кстати по страховке вы внимательно ознакомьтесь с правилами иногда бывает дешевле взять годовую страховку и летать по ней целый год в разные страны какие есть помогаторы для родителей которые едут в путешествие во-первых это коляски коляску громоздкую брать не советую потому что во-первых с ней неудобно будет такси в машинах потому что вы не знаете наверняка какую машину в аренду вам дадут потому что бывает бронируешь одну машину приезжаешь в прокат а тебе говорят то вы знаете эти машины закончились возьмите пожалуйста вот поменьше как бы ну можем даже вам скидку сделать но машины то меньше а у вас коляска прям корабль поэтому маленькие коляски прогулочные лучше всего те коляски которые поместятся на полку самолета потому что так как иногда доставляют коляски детям я видела когда у нас еще не было детей это конечно печальное зрелище коляски разбиты поцарапаны порваны помяты в общем ужасно я знаю пока две коляски которые помещаются на полку именно в самолет это йо-йо babyzen и bugaboo ант но по большей практике вот сколько мы летали мы брали даже свою большую bugaboo с собой мы сдавали коляску перед трапом самолета но если у вас есть какие-то кожаные элементы на на ручках вот как у нас в bugaboo есть такой бампер мы этот бампер заматывали стретчем чтобы чтобы с ним ничего не случилось чтобы кожаное покрытие все-таки как-то сохранилось но вы можете сдать коляску еще на стойке регистрации она поедет в негабаритный багаж но это его делать не советую во-первых в аэропорту проще передвигаться с ребенком на коляске он там может и поспать если вдруг задержит рейс и вы можете там внизу в сумке ой в этой корзине возить какие-то вещи она будет акцелее она пройдет меньше рук погрузчиков поэтому сдавайте перед трапом любую коляску можно сдать перед трапом у меня часто спрашивают по поводу того чем кормить ребенка за границей есть ли там детское питание конечно есть за границей же тоже есть дети их чем-то кормят другое дело к чему больше привык ваш ребенок если ребенок на грудном вскармливании и прикорма еще нет то вопросов конечно же нет но если у ребенка уже прикорм и вы боитесь что местная еда ребенку в качестве прикорма подойти может не подойти то вы просто идете на рынок и покупаете те привычные овощи фрукты которые ест ваш ребенок в любой стране это продается картошка капуста морковка это все практически везде есть единственное что я советую если вы снимаете какие-то апартаменты даже если это гостиница взять с собой блендер блендер пароварка есть такие маленькие версии я знаю что вот у биабы и у агу есть однокамерные блендеры пароварки которые очень компактно помещаются в багаж и вы без проблем с собой берете потому что мы когда летали с эриком на самуи мы брали с собой такой и было очень удобно плюс еще советую взять либо пакеты есть такие пакеты пикабу многоразовые туда вы спирированное уже питание пюрешки все помещаете заклеиваете и берете с собой куда-то на море на прогулку куда угодно или второй вариант есть станция расфасовки чтобы настроение ребенка не испортило вам настроение в путешествии ребенок должен быть всегда сытым и на этот случай есть пюре если вы не хотите заготавливать пюрешки сами то на этот случай есть вот такие разного рода пюрешки только смотрите на состав это будет прекрасный перекус кстати в самолет вы тоже можете это взять на этот случай нужны салфетки влажные салфетки я советую брать с клапаном потому что салфетки вот типа такого которые на липучке это очень удобно и рано или поздно липучка просто перестает липнуть поэтому вот такие вот клапаны это очень удобно вода этот очень важный пункт я советую в любой поездке брать всегда воду в закрытых бутылках не разливную не из-под каких-то кранов фонтанов даже если написано что питьевая вода в разных странах есть как особый менталитет желудка что для местных жителей может быть нормой для приезжего человека может оказаться очень такой весомой причиной для расстройства желудка поэтому водичку я советую себе и детям тем более покупать только в закрытых бутылках единственное что я еще рекомендую брать с собой это свою ложку для ребенка сейчас есть очень много вариантов есть такие чехлы куда вы можете убрать вилку ну вилка сейчас детям в таком возрасте вряд ли нужна и тем более она ничего не накалывает поэтому ей мы практически не пользовались в общем вот такие штуки они тоже не занимают много места но вы знаете что это ваши вилки потому что я в этом плане брезгливая я везде этот набор таскала с собой и если вы не берете вилку сюда можно положить слюнявчик кстати в детском мире раньше продавались одноразовые слюнявчики по моему мир детства бренд не помню сейчас они куда-то пропали они такие на липучке они сделаны из такой знаете ткань не ткань но которая не промокает и вы его использовали вывернули кармашек туда вся еда попадалась для ребенок если неаккуратно на липучках там все на одноразовых скотч двусторонний по моему крепится и все вы его использовали выбросили не надо мыть там куда-то его убирать но если у вас одноразовых нет и вы везете с собой свой слюнявчик то его можно вот вместо вилки засунуть сюда у меня кстати один слюнявчик сюда прям очень хорошо помещался если вы не хотите морочиться и ходить на рынке и брать с собой пароварку то вы можете пойти в ближайший большой только супермаркет и там будет огромный выбор баночек и смеси для детей и каких-то каш единственное вот с овсянкой мы привыкли к овсянке к такой крупной вот когда мы летали с мы такой крупной овсянки не было она вся в виде хлопьев которые знаете можно просто залить кипятком и все каша готова но мои дети такое не едят поэтому овсянку мы брали с собой имейте ввиду что продукты которые вы совсем не уверены что могут может не оказаться там этих продуктов конечно лучше взять с собой но я вас уверяю европейская еда есть везде даже в самых казалось бы диких уголках нашей планеты можно найти что-то адаптированное для себя но вряд ли вы поедете в такие места с маленьким ребенком то же самое касается питания мамы если мама на грудном скармливании если вы приезжаете например в Азию и там одна острая еда и экзотические фрукты то конечно же не стоит сразу на это налегать пробуйте если хотите острое пробуйте по чуть-чуть там раз в два-три дня что-то новое пробуйте смотрите за реакцией ребенка про экзотические фрукты я советую вам почитать все-таки в интернете что можно с какого возраста ну вот абсолютно точно когда Эрику с Эриком мы летали на Самуи ему было 9 или 10 месяцев мы ему уже давали папайю давали кокосовую воду из свежего кокоса арбуз ананас чуть-чуть манго манго сто процентов как бы там ни было я не советую вам опасаться каких-то поездок и питания потому что еще раз повторюсь в любом месте вы найдете европейскую адаптированную кухню кстати еще советую вам изучить слова на местном языке слова тех продуктов на которые у вас аллергия потому что вот у меня например аллергия на болгарский перец я выучила когда мы летали на Гуа когда мы летали в Таиланд я выучила как будет этот овощ на разных языках и у меня при заказе всегда было примечание при заказе блюд что типа без вот этого овоща и меня все понимали все прекрасно я наслаждалась едой и ни в чем себе практически не отказывала ну и банальные фразы не острая не очень жареная не очень холодная это тоже я советую вам выучить именно на том языке потому что официанты они конечно же рассчитаны на туристов они могут примерно понять что вы хотите на английском языке но в Азии в Азии с этим бывают сложности поэтому подготовьтесь заранее если у вас в меню есть какие-то специи к которым вы очень привыкли и вообще не можете без них существовать я советую взять их с собой чтобы в другой стране в другом языке у вас не было проблем с поиском того или иного усилителя вкуса как говорится в общем специи не занимает много места их можно взять с собой а вообще конечно я очень советую если вы едете в другую страну знакомитесь с другой культурой то попробуйте и другую еду домашнюю еду вы поедите когда вернетесь домой если вы все таки уже точно определились что хотите полететь в Таиланд то я советую вам посетить остров Самуи или остров Панган тем более что на Самуи у нас живут ребята которым мы абсолютно точно можем доверить наших дорогих подписчиков Самуи for you ссылочку на ребят я оставлю в описании профиля чем они занимаются они подбирают жилье они составляют вам маршрутные экскурсии чтобы вы точно успели за короткий промежуток времени посмотреть максимум и извлечь очень много пользы от вашего путешествия и при этом не устать они помогут арендовать жилье в принципе они вам посоветуют и расскажут как быть на острове чтобы ваша поездка была максимально комфортной ребята живут на острове уже четвертый год у них есть девочка Вика ей 6 лет уже поэтому они как никто другие знают как это отдыхать на острове с ребенком поэтому милости просим у ребят есть канал на ютубе кстати очень скоро у них выйдет видео про то как же все таки отдыхать с детьми именно на этих островах я рассказала вам мне кажется все что знаю о подготовке к отдыху с детьми к началу путешествий надеюсь эта информация была для вас полезна пишите пожалуйста свои комментарии если комментарии открыты пишите в комментариях если закрыты пишите в сообществе под такой же аватаркой подписывайтесь пожалуйста на мой инстаграм потому что в инстаграм конечно в stories наша жизнь долетает быстрее потому что там не надо монтировать фильмы ты просто stories себе выкладываешь и выкладываешь тут конечно все идет немножечко с задержкой но тем не менее тут более подробное описание и в общем подписывайтесь в инстаграм потому что там еще проходят прямые эфиры часто надеюсь когда выйдет это видео у меня там уже будет часто прямой эфир выходить еще раз любите быть родителями не сидите дома задавайте вопросы и знаете я вас всегда поддержу пока пока